Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На площадке развернулись несколько специализированных выставок «Экология и технологии», «Благоустройство, комфортная среда», «Инженерные системы», «Уралстройиндустрия». Так, 60 компаний из 11 регионов России и Белоруссии представили более 350 торговых марок строительных и отделочных материалов, инструмента, оборудования. Экспозиция «Умный город» знакомит с передовыми инновационными разработками и технологиями в области строительства и управления городскими территориями. На форумах предусмотрена обширная деловая программа. Пройдут круглые столы, конференции и пленарные сессии. Также предполагается подписание ряда соглашений по программе «Чистый воздух». Подробнее об этом мы расскажем в наших следующих выпусках. И к другим темам. Ковидные госпитали в Башкортостане переформатируют в обычные многопрофильные больницы. Об этом сообщил глава республики Ради Хабиров в ходе рабочего визита в Сибай. Инфекционный центр в виде цветка Курая в этом городе ввели в эксплуатацию. В марте 2022 года он стал четвертым в республике. Его площадь 9 тысяч квадратных метров. При максимальной загрузке он может принять до 230 пациентов. С момента открытия Сибайский ковид-госпиталь принял более 5 тысяч пациентов. Мы всегда исходили из того, что ковид когда-то уйдет. Но, по крайней мере, не будет причинять нам столь много беспокойства. И эти госпитали должны работать. Здесь порядка 120 коек, а заняты сейчас, например, 37. Поэтому сейчас приняли решение ряд ковидных госпиталей. Здесь и, скорее всего, в термозах мы будем переводить и делать нормальные, обыкновенные, многопрофильные больницы. На возведение и оснащение медицинским оборудованием ковид-госпиталь в Сибай выделили 1 миллиард 250 миллионов рублей. Аналогичную сумму направили на создание инфекционки в Туймазах. Две эти больницы построили практически в одно и то же время и по тому же проекту, что и центры под Уфой и в Стерлитамаге. Информация о 80 пожарах поступила в региональное МЧС за прошедшие сутки. Треть случаев связана с горением сухой травы. Общая площадь, охваченная огнем, составила 33 гектара. На сегодняшний день в республике прогнозируются с 1 по 4 классы пожароопасности предупреждают в экстренной службе. Так, средний уровень риска фиксируется в 23 районах республики и в Уфе. Четвертый высокий класс пожароопасности в Архангельском районе. Всего в этом сезоне произошло уже 289 случаев возгорания сухой травы на площади 255 гектаров. Также зафиксированы лесные пожары в Белорецком, Обзелиловском, Туймазинском и Кугарчинском районах. В целом высокий класс пожароопасности характеризуется тем, что это сухая погода, отсутствие осадков, наличие ветра. Поэтому жителям и гостям указанных районов следует неукосительно соблюдать требования пожарной безопасности и не допускать разведения костров, приготовления пищи на территории лесов. Потому что даже непотушенная спичка или сигарета может привести к большому серьезному пожару. Также нужно убирать за собой все-таки стеклянную и пластиковую тару, которая также может привести к пожару. Что касается паводка, на контроле остаются два случая подтопления в Иглинском и Миякинском районах. На многих реках и Башкортостана уровень воды начал снижаться. За сутки в систему 112 новых сообщений о подтоплениях территории не поступало. Из-за теплой погоды весенние полевые работы в республике в этом году начались на 2-3 недели раньше обычного. При этом аграрии северо-восточных районов вышли на посевную даже прежде южных. Так, Кигинский район уже завершает основную часть работы, отметил вице-премьер Ильшат Фазрахманов. По его словам, несмотря на малоснежную зиму, почва успела достаточно напитаться влагой. И сейчас важную роль играет быстрота весеннего сева. В целом, благодаря количественному и качественному росту парка сельхозмашин за последние три года сроки проведения посевной сократились на 3-4 дня. Этой весной на поля выйдет около 12 700 тракторов, почти на 150 больше, чем в прошлом сезоне. Что касается стоимости посевной компании, она выросла до 22,5 миллиардов рублей. Финансовые средства будут за счет господдержки, 5,2 миллиарда пока в этом году, я думаю, до конца года до 6 доведем. Льготные кредиты сегодня, лимит для республики пока выбран, дополнительно мы деньги запрашиваем. Ну и, конечно, поддержка перерабатывающих предприятий, молочных, мукомольных, те, которые перерабатывают семена подсолнечника. Эти компании сегодня помогают нашим аграриям отсеяться. Ну и, соответственно, хотят получить гарантированные продукции уже осенью для своих перерабатывающих предприятий. В этом году в республике засеют 2 миллиона 800 тысяч гектаров, что на 3 с лишним тысячи больше, чем в прошлом году. Под яровые будет выделено свыше 2 миллионов гектаров, под озимые – 318 тысяч. Объем электронной торговли в Башкортостане за 4 года вырос в 8 раз. В прошлом году оборот достиг 13 миллиардов 300 миллионов рублей, тогда как в 2019-м через интернет реализовали товаров на полтора миллиарда рублей. Об этом сообщили в Башстате. Наибольший рост произошел в 2020 году, когда из-за пандемии в России ввели режим самоизоляции. Тогда оборот площадок e-commerce в Башкортостане достиг почти 6 миллиардов рублей, увеличившийся в 3,5 раза. В 2021 году рост замедлился, но все же оказался выше, чем в 2019-м. Объем онлайн-розницы в республике составил 8 миллиардов 300 миллионов рублей, что на 32% больше пандемийного 2020 года. Наконец, в 2022 году обороты интернет-магазинов впервые превысили планку в 13 миллиардов рублей. Как отметили в ассоциации компаний, интернет-торговли в этом секторе сохраняется тренд на усиление роли регионов. Если 6 лет назад на Москву приходилось 80% всех онлайн-покупок, то в 2020 году доля столицы сократилась до 25%. А по итогам прошлого года уже меньше 20%, если быть совсем точным, то и 19,4%. То есть у нас регионы все активнее врываются в интернет-торговлю. Мы видим высокий покупательский спрос и развитие сервисов, причем не только федеральных, но и каких-то своих местных, локальных. Мы думаем, что эта тенденция продолжится, безусловно, и в ближайшей перспективе. Так, за 9 месяцев 2022 года на платформе Wildberries зарегистрировались около 6 тысяч продавцов из республики. Это в 6 раз больше аналогичного периода 2020 года. По данным другой интернет-площадки Kazan Express, за тот же период из всех зарегистрированных продавцов 11,5% были из Башкортостана. И в завершении выпуска информация о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. И доллар, и евро продолжают расти. Американская валюта подорожала на 44 копейки, до 82 рублей 18 копеек, евро на 55 копеек, курс 89,73. И лучшие обменные курсы к этому часу. Покупка доллара в Абсолютбанке за 81 рубль, продажа в Банке Финам за 82,99. Наиболее выгодные предложения по покупке евро в Банке Финам за 88 рублей, по продаже в Солидбанке за 90,89. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на РПК. РПК.